Виктор Николаевич, главным событием 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 с уровнями воды, которая на последние годы мешает перевозчикам, она, в общем-то, уже оценена, и на сегодняшний день разрабатываются мероприятия, скажем так, по раннему завозу. То есть, собственно, все перевозчики стараются завести свой груз в раннюю навигацию, это май, июнь, июль месяц. Вот этим обусловлено то, что в начале навигации, в отличие от прошлых сезонов, навигационных периодов, был очень большой грузопоток, и осуществлялась большая грузопереработка Ленским речным портом. По сути говоря, с выходом после подготовки сразу окунулись в такую, ну, мощнейшую работу. Работали в пять потоков, даже плавкран, теплоходец 420-й, в общем-то, участвовал в деятельности, в разгрузке судов, для того, чтобы как можно меньше все-таки судов у нас стояло на рейде. Потому что, ну, прекрасно понимаете, если в Ленске еще не было ледохода, а в Усть-Куте уже грузились суда, той же компании «Алроса-Лена», понятное дело, что они все одновременно сюда пришли, и объем переработки был, ну, действительно грандиозный в мае месяце. По отношению к прошлому году, то это пять-шесть раз, по сути говоря, мы увеличили. Ну, и, в общем-то, скажем так, успешное завершение навигации этого года, оно полностью обусловлено тем, что вот в мае-июне месяце был сделан такой, ну, хороший задел на будущее навигацию, и, в общем-то, навигация на сегодняшний день успешно выполнена, переработано Ленским речным портом 115% плана всех грузов, всех марок. Поэтому, еще раз говорю, в пятницу поставили жирную точку, навигация закончена, готовимся к следующей. Точку поставили в навигации, но работа в речном порту у коллектива речного порта, конечно, не завершается. Что запланировано на зимний период? На сегодняшний день выполняется большая работа, прежде всего, по осмотрам, по дефектовке. Уже, скажем так, быстро, как можно быстрее снимается дополнительное оборудование с кранов, потому что мы прекрасно понимаем, в зимнее время это все усложняется морозом, это все усложняется ветром, который у нас постоянно в районе речного порта. И то оборудование, которое у нас находится на кранах, особенно в верхней части кранов, оно, по сути говоря, обледеневает, что создают, ну, очень, скажем так, некомфортные, а порой и опасные моменты в демонтаже оборудования. Тем не менее, оборудование это все нужно снять, сейчас уже отдать на ремонт в цеха, для того, чтобы оно ремонтировалось и готовилось к следующей навигации. Помимо, скажем так, кранов и всего оборудования, расположенного на площадке конкретно в речном порту, значит, еще дополнительно плавсредства у нас расположены в Затоне, в Затоне-Мурья, где осуществляется их ремонт, ремонт двигателей. Сюда, в данном случае, на сегодняшний день, это теплоход Арбатский и теплоходец 420, это плавкран, они вымораживаются, проводится ремонт, корпусный ремонт судов, ремонт двигателей, ну, и все системы судна, начиная от ремонта двигателей и заканчивая системой пожаротушения, они, естественно, включаются в работу, все это нужно сделать. И делается это в основном, конечно, именно тем персоналом, который сегодня есть в Ленском речном порту. Потому что, если брать по аналитике, действительно, покупается очень мало. Покупаются, приобретаются запасные части, в основном, на судовые двигатели для ремонта двигателей. Если мы говорим о оборудовании, то это какие-то специфические подшипники, возможно, там расходные материалы, а все, по идее, просто ремонтируется. То есть, все снимается, дефектуется, там моется, чистится, восстанавливается, собирается снова и устанавливается на свои места. Вот это, по сути говоря, тот объем работ, который нужно проделать Ленскому речному порту. Ну, с тем персоналом, который есть, в общем-то, это вполне возможно. Это все восстанавливается. Помимо этого, в зимнее время они еще занимаются содержанием дороги, вот эти 20 километров, которые до Затона-Мурья, и занимаются дамбой. Та дамба, которая, противопаводка у них стоит в Затоне, она подводится под начальные размеры для того, чтобы в дальнейшем предотвратить попадание воды в Затон и повреждение судов. Работа ваших автотранспортных предприятий тоже делится на два периода. По сути, летние грузоперевозки по круглогодичным дорогам, да, и зимники, о которых мы будем говорить позже. По летним перевозкам, какие предварительные итоги? Мы уже привыкли, мы всегда выполняем те задачи, которые перед нами ставят. Этот год для нас не исключением, но если говорить о каких-то особенностях этого года, конечно, это, скажем, внедрение в жизнь постановления 53 правительства республики, которое обязывает всех перевозчиков прежде всего соблюдать грузовой режим, нагрузку транспорта, нагрузки на оси. Поэтому вот в данном постановлении определено, сколько можно перевозить транспортное средство. И для контроля этого постановления у нас на 11-м километре при выезде из Ленск установлен пост для контроля. Поэтому вот вся работа по особенностям в этом году именно связана с работой в рамках этого постановления, поскольку очень много действительно затрачено сил для того, чтобы, ну, прежде всего, научиться работать с учетом постановления, с учетом загрузки транспорта. Ну и в дальнейшем оформление разрешений, это действительно проделана большая работа. Тем не менее, она проделана была. На сегодняшний день все задачи, которые поставлены, они выполнены. Нет ни единого случая на сегодняшний день, где на площадках компании по вине транспортников были какие-то простои, либо какие-то чрезвычайные ситуации. Такого нет. Ну и буквально совсем скоро начнутся зимние грузоперевозки. Подготовка парка уже началась к ним? Если говорить о зимниках, то это, конечно, не только парк. Зимник – это, прежде всего, обусловлено нахождение транспорта вдали от его баз. Пикеты. Да, вдали от его баз, поэтому все завязано на этом. Если на круглогодовой дороге кругорейс автомобиля составляет, ну, грубо, 3-4-5 суток, то на зимниках, допустим, если усть-кутское направление там, ну, грубо, 2 недели водитель отсутствует здесь на базе. Если на Кынское направление там 5-6 дней, если Нюрбинское, а мы там опять в этом году будем работать, возить топливо Нюрбана Кын, светлые нефтепродукты, там, по сути говоря, он уходит до того, что машины попросту месяцами живут в Нюрбе. И на этот период, и на этот период, когда мы работаем на зимников, естественно, думом для водителя становится, по сути говоря, его автомобиль. Для этого, естественно, он так и готовится, по сути говоря. Ну, а вообще комплекс мероприятий, он подразумевает очень много действительно организационных мероприятий. Это и подготовка автомобиля, но в последние годы она у нас уменьшается, потому что те требования, которые нужны для работы автомобиля на зимниках, мы включаем в технические задания при покупке автомобилей. То есть, по сути говоря, в основном все вопросы, они уже предусмотрены при покупке автомобилей. Остаются такие вопросы в рамках регламентных, сезонного обслуживания, там, плотность аккумуляторной батареи, ошиновка и так далее, и тому подобное, то есть незначительная. Ну, естественно, у каждого водителя есть там, допустим, какие-то свои секреты для более лучшей, комфортной работы. Это, естественно, все присутствует, это все делается. Также выполняется большая работа по обеспечению спецодежды, средствами защиты водителей, по инструменту, потому что понятно, что весь ремонт осуществляется, по сути говоря, на открытом воздухе, в дороге, самими водителями. Ну и много времени уделяется подготовке организации безопасного движения, то есть те службы, которые у нас на этом завязаны, а у нас завязаны не только службы, в принципе, это и службы безопасности движения, и механики, начальники колонн, это руководители предприятий, замы, которые периодически по графику ездят на отдаленные зимники, проверяют их работу, организовывают эту работу, если необходимо. Поэтому это, скажем так, большой объем работы для всего предприятия, который на сегодняшний день, с учетом тех данных, которые есть, одним из показателей является выполненный объем. Ну и, наверное, отсутствие аварийности. Это у нас, в общем-то, на должном уровне. Работаем хорошо, работаем безаварийно, поэтому, я думаю, будем продолжать так же. Действительно, коллективы давно знают свой круг задач, выполняют его каждый год, но на данном этапе проходит оптимизация транспортной структуры. Насколько это влияет на работу, как настроение в коллективах? Оптимизация транспорта прежде всего направлена на эффективное использование почасового транспорта. Вот то, что происходит сегодня на двух площадках, Мернинской и Ленской, исходя из работы автомобилей, сделаны определенные выводы, ну и в качестве, так скажем, более эффективной работы. То есть, по сути говоря, разговор идет о том, что автомобиль не должен стоять, а должен работать. Это и есть эффективное использование транспорта. И над этим вы сейчас плотно работаете? Обязательно. Ну и в заключение еще один вопрос, Виктор Николаевич. Как в целом подразделения вашего управления подготовились к зиме? Объекты энергохозяйства, территории, производственные цеха? Производственное управление «Алмазно-Транс» – это действительно большое подразделение, в котором много цехов, различных зданий, сетей, энергохозяйства. В этом году у нас было разработано более 120 мероприятий на подготовку к зиме. Все мероприятия выполнены. В общем-то, выполнены практически все хозспособом. Небольшую помощь брали, осуществляли закупку на ремонт ГВС. Это армия первая автобаза. У нас работал подрядчик «Стройдом» из Якутска. Он тоже те задачи выполнил полностью. Поэтому по зиме паспорта готовности получили. Энергохозяйство наше готово к зиме. Зимуем? И работаем. Так точно. Виктор Николаевич, мы с вами встречаемся накануне вашего профессионального праздника. И наверняка у вас есть что сказать своим коллегам. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, поздравляю всех с наступающим профессиональным праздником. Низкий поклон нашим ветеранам за ту трудовую деятельность, за тот труд, который они осуществили в рамках нашего предприятия. Желаю всем крепкого здоровья, хороших дорог, без аварийности, достатка, счастья вам и вашим семьям. Мы желаем вашему коллективу успешной работы. И я благодарю вас за беседу. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...